здравствуйте дорогие друзья с вами снова на связи Денис Борисов и сейчас мне вас желалось у простого желалось пообщаться с вами да всем привет давайте пока мы собираемся я фигней позанимаюсь до в течение минуты у вас есть возможность пока мы сейчас все собираемся на эту трансляцию полайкать по тарабанить мне фофанов там да поэтому монитору и можете поделиться трансляциями потому что сейчас самое время потом будет позже да 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 привет сегодня захотелось мне посчитать утренние новости с вами их обсудить порой это так бывает забавно я даже не знал что это бывает так реально прикольно открыл сегодня новости на яндексе дело в том что я пользуюсь яндексом для рунета вот и у меня установлен соответствующий виджет новости там по россии да и мне показывает самые самые интересные самые востребованные новости за последние дни боли на это такая умора вообще вот вот честно скажу причем так забавно зависимости от того где находишься тебе выдают в соответствии с таргетингом разные новости то есть если я нахожусь в киеве допустим не выносят мозг местными киевскими новостями если нахожусь в москве выносит и они такие все разные блин но так забавно так забавно читать да спасибо спасибо что подсоединяетесь вы уже в курсе что у меня новый новый кант перископе дэн бориса вот так вот это все пишется я его завел специально потому что предыдущий мой аккаунт педики из перископа в общем не заблокировали то есть они сказали что типа мы разблокировали пользуйтесь все работает по факту еще не работает ну в общем дурака включили да да про коп спасибо что поделился трансляцией спасибо что лайкаете и так какие новости сегодня у меня вот выдала выдал мой яндекс первая новость но новость конечно так себе арнольд шварценеггер пообещал вернуться в шестой части терминатора а старичок то у нас не стареет до шестая часть терминатора ну по мне так на самом деле самая лучшая часть терминатора это была 2 потому что но первая она была по-своему прикольно она была необычна тем что знаете показан какой-то такой глубокий психологический смысл бодибилдинга ну можно посмотреть на этот вопрос по таким углом потому что если говорить про конана то там было показано тело да и многие посмотрев этот фильм захотели кочется чтобы иметь такие же пицухи как в арнольда шварценеггера а терминатор несмотря на то что главный герой герой арнольда шварценеггера имел такой негативный оттенок но он тоже очень всем понравился никто не помнит как звали того чувака который типа был положительным главным героем в терминаторе да в первом но все помнят вот этого засранца сама вот этого терминатора арнольда шварценеггера почему потому что мне кажется в этом фильме арнольд показал такую глубинную суть бодибилдинга то есть вот-вот all the back да то есть я вернусь то есть вот идти до предела не останавливаться чтобы там не случилось жертвовать всем но вот как терминатор вижу цель не вижу препятствий и действительно большинство людей которые достигают великих результатов в этом спорте но это такие отмороженные фанаты как роботы да как терминатор и они так вот зациклиться на какой-то своей идее вот идут идут они ничего другого не видят и не хотят видеть потому что им в этом проще да 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 ну про рубль давайте попозже да попу кто кто о чем пишет ну вот по поводу терминатора конечно это все забавно но первый фильм он был интересен такой вот глубинной сутью да вот это вот глубинной качковской такой темой типа вот вот настроился будет есть по в режиме спать в режиме все ради цели все ради мышц и ради победы и таких ребят очень много и чем хорош терминатор первый он показал вот эту вот психологию бодибилдинга на мой взгляд второй терминатор был интересен необычным поворотом сюжета и качественной съемкой он был классный потому что поменялась полностью полярность героя терминатор из негативного стал позитивным но при этом добавилось много приколов много шуток ну и вообще актерская работа из работа сценариста была очень качественная но камерон он чувак конечно серьезно я все его фильмы смотрю люблю вот но то что пошло дальше конечно говно давайте называйте вещи своими именами и вот очередная супер новость что вот собирается вы вернуться 6 6 часть терминатора арнольд шварценеггер шестая часть господи такая реклама пошла и называться будет генезис я в общем генезис 2 вот генезис уже первый было это будет генезис 2 я честно говоря генезис вот этот который первый я его не досмотрел ну нудно скучно неинтересно а видно уже старичок то у нас постарел и снимать что-то видите как забавно да пока чувак был с большими мышцами да когда он был молодой такой харизматичный как-то фильм пользовались большим спросом а сейчас арнольд уже ну далеко не первая обойма уже не очень интересно его смотреть и компании уже дают предпочтение на съемки там не терминатора каких-нибудь спасателей малибу с дуэнн джеймсон да то есть ладно но это такая новость ну короче чтоб вы знали короче будет шестой терминатор следующая новость ваще огонь вашего допинговый скандал мельдоний обнаружен в допинг пробах четырех российских легкоатлетов вы представляете какой ужас оказывается спортсмены используют допинги а вы не знали вот теперь вы будете знать но для меня конечно слышать это все очень забавно по той простой причине что мельдоний мельдоний ребят это мелдранат обычный мелдранат который десятками лет используют наши спортсмены и не только спортсмены для того чтобы но это своего рода такой препарат он не столько для спорта сильно помогает сколько для сердца а для качков так так сказать сам бог велел потому что у качков сердечко то не очень потому что нагрузка в основном анаэробного характера от мельдония писька стоит допись как мельдония вообще огонь торчит я бы даже сказал просто мельдоний это мелдранат до его можно взять в аптеках и более того после того как его внесли в списке а это было с 1 января 2016 года олимпийский комитет до признал его допингом соответственно продажи мельдранат очень сильно возросли в аптеках но у нас же как раз запретили раз не дают значит хорошая давай значит покупать по по факту добавка это очень слабенькая много раз она обсуждалась речь идет обычно мелдранате эта штука она повышает эффективность используя использование энергии клеткой в условиях гипоксии да то есть если вы идете высоко в горы то мелдранат поможет вашему сердцу работать эффективно если вы делаете забеги на очень большие дистанции то поможет если к примеру вы занимаетесь борьбой задыхаетесь до гипоксия мелдранат вам поможет но он в какой-то степени не то чтобы как адаптоген но он помогает более эффективно использовать энергию и защищать вашим сердцем и тем самым защищает его да потому что в условиях гипоксии там уже возникают проблемы с усвояемостью свободных жирных кислот да то есть они не настолько полно усваиваются в условиях гипоксии как в условиях достаточного кислорода ну и неудивительно потому что для окисления нужен кислород это способ энергобеспечения с кислородом когда кислорода становится мало соответственно жирные кислоты окисляются хуже и в таких условиях мелдранат помогает помогает но такого хера внесли список запрещенных я не совсем себе представляю его внесли там ну как средства которые помогают метаболизму модулируют метаболизм наравне знаете с инсулином а по факту вещество это помогает сердечникам ну и в общем-то всем спортсменам которые дают суб максимальные нагрузки когда у них ограничена возможность потребления кислорода и есть такое мнение что чем меньше мелдраната будут сейчас использовать тем тем больше будет смертей от сердечно-сосудистых заболеваний среди спортсменов вот будет вот скорее всего такой эффект до масса от него не прет совершенно этот препарат скорее подойдет к тем чувакам которые делают забеги на какие-то длительные дистанции шредером а зачем мне сниматься шредером шредер шредер это как это помните были рафаэл рафаэлла донателло да там эти черепашки ниндзя такой что лишь шредер да для марафонских дистанций это это вещь достаточно слабая потому что вообще марафонцы велосипедисты которые на длительных дистанциях бегают или крутят педали они используют эпогены ретропоэтин это вещество которое увеличивает количество красных кровяных телец в крови и тем самым увеличивать перенос кислорода соответственно это очень сильно повышает выносливость вот это вот реальный допинг а мелдранат ну простите это херня то есть это реально работает очень слабо это больше защищает от смертей а что касается ретропоэтина от этого дела умирает огромное количество людей непосредственно на дистанции потому что некоторые велосипедисты умудряются во время ну там если длинная дистанция какая-то где-то он скрылся там от камер от зрителей мы прямо во время езды колет себе этот ретропоэтин это действительно помогает но кровь становится очень густая соответственно часто через сосуды пройти не может и часто смертность очень то есть оп крутит крутит педальчик крутит культа от тромбик образовался и человек мертвый вот это вот что касается ретропоэтина а мелдранат ну у него нет такого свойства не делает кровь гуще он упрощает использование энергии почему эти гоблины решили его добавить список запрещенных это что вообще скоро жить будет запрещено и и воздух сделают ну налог на воздух потому что все же государства все жесточат все запрещают все становится хуже и хуже мне кажется одна из причин заключается в том что те доп гоблины которые сидят в антидопинговом комитете им постоянно нужно осваивать новые бюджеты а для того чтобы осваивать новые бюджеты нужно придумывать врага вот мелдранат мелдранат это супер допинг но мы должны с ним бороться поэтому государство дайте нам денег дайте нам бюджеты для того чтобы мы могли бороться но бюджеты потом как известно осваиваться то есть есть конкретная выгода пока это знаете как вот в цру там в пентагоне любят показывает там русскую угрозу да что вот россия вот мы должны зачем для того чтобы получать от правительства соответствующий бюджет и соответствующее финансирование если у тебя нет врага то нахер ты нужен тогда не будешь получать финансирование не сможешь кушать хлебушек с маслом поэтому ребята придумывают вот супер там угроза какая-то им постоянно нужно чего-нибудь такое выдумать это касается как политики вообще любой политики в том числе вот анти допинговый придумали мелдранат допинг окей теперь мир мелдранат допинг сейчас доходит вообще до абсурда кофе нельзя пить там выпил две чашки кофе перед стартом каким-нибудь у тебя показывает положительную пробу на кофеин и тебя могут дисквалифицировать с той кто ведет да я советую хорошая книжка почитайте низкоуглеводка что делать с углями если низкоуглеводка то угли нужно сокращать их должно быть мало бокс хорошая штука бокс вот реально такой вид единоборств который который рабочий да потому что очень часто вот смотришь там какие-нибудь кунг-фу хуй-фу там еще какие-то декоративные виды единоборств людьми занимаются и верят что он чем хорош бокс простотой три удара они на автоматизме разучиваются да там прямой боковой там и апперкот они за заучиваются различные комбинации и человек в условиях драки он часто особо не думает да то есть он на автомате используют вот этот вот навык не думать очень сложно когда большое многообразие приемов каких-то и так далее вот бокс это реально рабочая штука потому что нарабатывается автоматический навык бессознательно поэтому бокс в моей шкале эффективных боевых искусств на одном из первых местах в ударке особенно по верху ничто с боксом не сравнится так в сети появилось видео с рассказом пассажира вернувшись в москву на боинге короче прикол по ходу был лайнер вылетел из москвы сургут во внуково вечером а потом решил вернуться в аэропорт потому что начались проблемы со звезд двигателем какой-то там в холопок вспышка была и так далее ну я понимаю почему они решили вернуться учитывая вот его аварию которая произошла на лайнере из дубаев недавно любому пилоту ссыкотно когда ты знаешь что вот самолеты падают вообще просто летать страшно когда ты понимаешь что самолет может упасть я тебя в этой ситуации в отличие от машины абсолютно ничего не зависит но молодцы ребята что вернулись вообще у самолета какая забавная ситуация кто не в курсе у самолета есть два двигателя и каждый может каждый может тянуть самолет вот у моя аня отец он пилот он вот мне рассказывал что короче когда один двигатель вылетает из строя да ну такое бывает редко но бывает то тебе приходится лететь на одном двигателе никого парашютов никаких нет у тебя есть только один вариант сажать самолет а он особо планировать не будет потому что он сука тяжелый очень вот у тебя есть только один вариант вот если один двигатель вылетел ты можешь надеяться только на второй двигатель а у них система такая не связанная они могут дублировать друг друга но они не связаны то есть если вылетел один то с точки зрения вероятности всегда есть 2 на втором ты можешь дотянуть до ближайшего аэродрома и там короче когда летишь за штурвалом тебя начинает сносить в бок очень конкретно то есть если там вылетел один двигатель Тебе нужно упереться ногой и держать фактически полчаса, час, два, пока ты не долетишь до аэропорта, очень сильно тебя кренит вбок. То есть долететь можно, но ссыкотно, потому что, представьте, если у вас один двигатель вылетел, то все. Не дай бог что-то случится с тем двигателем, вы просто камнем упадете вниз. Но чуваки молодцы, не стали рисковать своими жизнями и жизнями пассажиров, вернулись во Внуково и спокойно заснули. К вегетарианству отношусь спокойно, но я считаю, что это очень затратный, сложный путь жизнедеятельности, потому что при вегетарианстве вы не можете получить дешевое и легко необходимое количество питательных элементов, в частности незаменимых аминокислот. Но в растительной пище нет многих незаменимых аминокислот, которые есть в мясе. И в общем-то, чем ближе структура, которую вы едите вашему телу, тем лучше усвояемость. Именно поэтому мясо для живых организмов, а мы живые организмы, мы есть мясо. То есть мы из себя представляем мясо, поэтому когда мы едим мясо, то что мы из него получаем, это гораздо легче усваивается и полезно для нашего организма, чем когда вы едите растительную пищу. Вы, извините меня, не баобаб. Вот если бы вы были баобаб, то тогда вегетарианство было бы для вас вот так вот хорошо, потому что вы растительный и растительную пищу получаете. Но мы часть животного мира, поэтому животная пища для нас хорошо. Как бы там ни было, различные структуры в нашем организме говорят о том, что мы способны переваривать пищу животного происхождения. Клыки наши, пищеварительная наша система, она не такая длинная, как у травоядных. Ну, очень много моментов говорит о том, что мы способны переваривать животную пищу. Другой момент, что наша система, она промежуточная, она гибридная. То есть мы всеядные, ну, примерно как свиньи. Ну, к сожалению, действительно это так. Будем называть вещи своими именами, друзья. Тем более многие не только внутри, как свиньи, но и внешне, как свиньи, и ведут себя, как свиньи. Да, эта система дает определенные преимущества в том плане, что у вас больше шансов. Да, знаете, как говорят, у гомосексуалиста, нет, у бисексуала в два раза больше шансов остаться в субботний вечер ни одному. Да, то есть, ну, в общем, смысл какой? В том, что, так как мы всеядные, у нас больше шансов для выживания. Мы можем есть как растительную пищу, так и пищу животного происхождения. Это преимущество эволюционное. Ну, короче, тема долгая, на самом деле, потому что мы, на самом деле, не до конца приспособлены идеально переваривать животную пищу, как львы, например, ну и растительную тоже не до конца. Поэтому, в общем-то, мы используем сложные технологии, там, приготовления пищи. На самом деле, приготовление на огне еды – это частичное внешнее переваривание, если вот так вот упрощенно. Без подобного частичного приготовления усвоение мяса, там, или белковых продуктов животного происхождения было бы гораздо сложнее. Поэтому, вот такое вот мое отношение. Если не чувствуешь в тяге штанги в наклоне, не делая это упражнение, попробуй прочувствовать свою широчайшую в горизонтальных тягах в тренажере и снизь вес. Снизь вес. Также очень сильно помогает научиться позировать. То есть, вот когда ты умеешь раскрывать свою широчайшую во время позирования, то, скорее всего, во время выполнения любых тяг ты научишься ее правильно сокращать. То есть, нужно работать над повышением связи между мозгом и своими мышцами. Так, ну, что тут еще по новостям? Сообщили о сокращении турпотока в Турцию на фоне конфликта с Россией. Типа, что это? Что это? Wall Street Journal, да. Wall Street Journal провел опрос, пришел к выводу, что в следующем году на 40% меньше продано летних туров в Турцию, чем было раньше. Ну, типа, из-за того, что там Турция сейчас на ножах с Россией. Ну, и пошла жара, типа. Знаете, вот читает, вот кто из России читает, так им и надо, так им и надо, они сбили наш самолетик, а мы, типа, вот не поедем в их неуголимую Турцию, они будут страдать. Вот такой, знаете, коллективный психоз. В общем-то, нам всем свойственно считать себя частью группы, да, такой животный инстинкт. Ну, на самом-то деле, ну, вот так вот, если по чесноку, вот, вот конкретно вам, там какая-то есть разница, мне, честно говоря, похер, вот вообще, вот вообще. Что там на 40% меньше, что там миллионы этих Турок останутся без работы, мне по барабану. У меня нет никакой радости по этому поводу и вообще нет никакого огорчения. Потому что, если смотреть свои колокольни, да ну их в задницу, какая разница, на самом деле. Да и вообще, все эти супли, я вот вижу, многие новости, они даются под определенный окрас соответствующей страны. Потому что я очень часто смотрю новости в Киеве, очень часто смотрю новости в Москве, читаю, да, или смотрю где-то в новостных лентах. И я вижу, что, ну, такая тупая манипуляция вообще идет. Вот подали информацию, на 40% упало, типа, бойся наших, это из-за конфликта с Россией. Да ни хрена подобного. Ни хрена подобного. Упало на 40% в какой-то степени из-за России. Тут, конечно, поспорить можно в какой. Но во многом из-за того, что вспомните, там же теракты идут в Турции. Там теракты, которых раньше не было. Конечно, сидит какой-нибудь добропорядочный француз у себя в Париже. Смотрит новости о том, как там людей взрывают в Турции. Да. И он думает, да пошло все в жопу. Лучше я полечу на Мальдивы. Правильно. Ему до конфликта там с Россией, ему по барабану. То есть, мне кажется, такое большое падение туров произошло не столько из-за проблем с Россией, сколько из-за того, что в Турции вообще очень сильно сейчас обострилась ситуация в связи с вот этими вот террористами, терактами от ИГИЛа. Говорят, бодибилдинг это конкурс красоты на дутые мышцы без силы. Правда? И правда, и неправда. Ну, смысл, как соревнование, это не соревнование, потому что объективных критериев нет. Нет критериев метры, секунды, километры, которые можно было бы оцениваться как в реальном спорте. Оценивается что? Оценивается внешний вид. Так, извините меня, это не спорт тогда, это конкурс красоты. Объективно, если говорить на вещи. Первый момент. То есть, да, все критерии на самом деле. Кто-то может вообще работать с очень маленькими весами, но на него очень пампинг хорошо работает. И он действительно не сможет показать очень большого результата. Но большие мышцы просто так никогда не бывают. Это определенная всегда адаптация. Это всегда силовая адаптация. Вот, то, что у человека, и это вот вторая часть правды, то, что у человека большие мышцы, это дают ему определенные преимущества. Да, он не может поднять такие большие веса, как тяжелый атлет, допустим, или пауэрлифтер, но такой человек в состоянии очень долго поднимать умеренно тяжелые веса. Но вот что происходит на тренировке? Подход за подходом. Минуту отдохнул, поднял там на 6-12. Минуту отдохнул, поднял на 6-12. И это определенная адаптация. Приходится работать не просто с умеренно тяжелыми весами, но приходится работать на протяжении долгого промежутка времени. И вот именно такую адаптацию, за такую адаптацию ответственны большие мышцы. Сказать, что они просто надутые, это будут говорить так, неудачники, люди завидующие, люди пытающиеся понизить достижение статуса того человека, который накачал большие мышцы. Ну, потому что стоит какой-нибудь дрыщ, которому никто не дает, а стоит рядом какой-нибудь красавец-культурист, рядом с которым там две симпатичные девчонки. И что такому дрыщу остается сказать? Что такой дрыщ скажет, вот красавчик накачался, молодец? Нет. Такой дрыщ скажет, ах он, да он пидорас, эти женщины для вида. Или там, да у него печень отвалится. Или у него писька не стоит. То есть он будет всячески стараться придумать способ, чтобы понизить достижение вот этого вот качка. В этом правда. Но любая адаптация, тем более такая ярко выраженная адаптация, представьте, человек весил бы 80 килограмм, а он весит 120 килограмм. Ну, объективно, вот эти вот мышцы, это внешне очень жесткая, очень серьезная адаптация. Она бы не была просто так. Природа, она очень разумна, она никогда не делает ничего просто так. Большие мышцы энергетические очень невыгодны. Поэтому ничего просто так не бывает. Мышцы эти не надуты. О, источник сообщил о задержании ректора ДВФУ. ДВФУ это, я так понимаю, Дальневосточный федеральный университет. Черт, какой-то вообще ужас. То есть, я куда ни приезжаю вообще, в какой квартире я не останавливаюсь, всегда найдется какой-нибудь гоблин, который делает ремонт. Сосед гоблин. Это прям вот тут прям... Изматывает меня даже где-то. Так, короче, в чем прикол? А, ректор этого университета... Так, 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 так... Короче, от имени университета подписал бумажку по определенной работе, я смотрю, тут работа не была выполнена. А было перечислено на той конторе 20 миллионов рублей. В 13-м году 20 миллионов рублей. Это у нас было... Слушайте, до хрена было. 30 тысяч долларов на 20... Слушайте, 600-600 тысяч долларов пацаны освоили. Ну, молодцы, конечно. За 600 тысяч долларов могут и посадить. Курсы... Курсы кройки и щитья... Ну, курсы... Мой первый курс это было там... То ли пачка метана, то ли 5 ампул ритаболила. Ритаболила это 50 миллиграмм... Нандролона деканаата. А вот 50 миллиграмм деки получается в неделю. Вот такие вот были первые курсы мои. Это было в конце 90-х. Ну, то есть курсы были абсолютно умеренные. Ничего такого фантастического в них не было. В друзьях есть определенная методика, ребята. Ну, если я озвучу сейчас, как я принимаю в друзьях, то тогда все смогут попасть в друзьях. Нужно молчать. Нефть. Ладно, ребят, про нефть и все остальное я с вами поговорю в следующий раз, потому что эти гоблины, вы видите, они не дают спокойно разговаривать. Они проснулись, блять, и теперь у них... Ладно. Всем друзьям советуйте Денчика, лайкайте. Ну, а я с вами увижусь, наверное, завтра. А может сегодня. Ну, вот как попрет. Давайте, всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok